В последние три дня уходящего года экономический календарь трейдера выглядит крайне скудно, благодаря рождественским и новогодним каникулам. Во вторник Соединенные Штаты выпустят доклад по потребительской уверенности от Conference Board. В декабре прогнозируется рост до 92,8 пункта. Месяцем ранее индикатор скорректировался в сторону понижения после значительного повышения в предыдущем месяце. Так, индекс доверия потребителей упал до отметки 88,7 пункта в ноябре с уровня в 94,5 пункта в октябре. Экономисты прогнозировали, что показатель окажется на отметке в 96,6 пункта в отчетном периоде. Уменьшение уровня потребительского доверия в ноябре было обусловлено снижением позитивных настроений в долгосрочной перспективе. Потребители утратили долю оптимизма относительно текущих условий для ведения бизнеса и состояния рынка труда. Одними из последних индикаторов, опубликованных в этом году, будут индекс менеджеров по снабжению в округе Чикаго и объем незавершенных сделок по продаже жилья в США. Ожидается, что PMI для округа Чикаго снизится до 60,5 пункта в декабре. При этом количество незавершенных сделок на рынке жилья должно увеличиться на 0,7% за ноябрь. Напомним, что в ноябре индекс деловой активности в округе Чикаго упал на 5,4 пункта до значения в 60,8. Индекс находился на отметке в 66,2 пункта в октябре, когда он вырос до самого высокого уровня в этом году благодаря резкому увеличению числа новых заказов. В ноябре же было зарегистрировано существенное сокращение объема новых заказов, ввиду чего индикатор заметно снизился. Данные по округу Чикаго тщательно отслеживаются, так как состояние производственного сектора Среднего Запада считается предвестником динамики PMI, рассчитываемого Институтом управления поставками для всей страны. Касательно объема незавершенных сделок по продаже жилья, отметим, что октябрьская динамика оказалась отрицательной. Так, индикатор снизился на 1,1% до отметки в 104,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5% в отчетном периоде. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс повысился на 2,2%. Жесткие кредитные условия и маленькие запасы являются препятствием для активного восстановления рынка жилья, не обеспечивая должной стабильности. Эксперты считают данный показатель опережающим индикатором, так как он отслеживает новые контракты на покупку жилья. Помимо вышеперечисленных событий, интерес представляет и следующая статистика. В понедельник выйдет отчет по розничной торговле в Германии. Во вторник и среду в США будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице и запасам сырой нефти в стране. Это был экономический календарь, подготовленный для вас командой Инстатв. Всего вам доброго, до свидания!